Еще немножко осталось, буквально чуть-чуть. В городе Кушва на улице Республики, под стенами девятого дома, был запеленгован двухколесный экскаватор Тагил, который двигался с помощью ковша и пары задних оставшихся колес. Кто скажет, о-хо, так это же шагающий экскаватор? Ну нет, это он не шагает, это он скорее влочит свое жалкое существование. Как уже наверняка догадался наш внимательный, вдумчивый зритель Игорь, речь идет о карьерном гидравлическом экскаваторе Тагил, больше известном под кодовым названием ЭО 33211А, изготовленном на Уралвагонзаводе. Просто кто-то, видимо, злоумышленный, вероятно, среди ночи, поставил его на кирпичи, то есть свинтил передние колеса, а экскаваторщику капец как надо было срочно вернуться на базу, и он придумал вот такой разрушительный способ. Передвижение. После которого на дороге остаются ямы от ковша. А, собственно, основная опция ковша – рыть ямы. Глядя на этот трассоразрывающее зрелище, нельзя сказать, что Тагил рулит. Без передних колес он, скорее, вообще не рулит, зато можно констатировать, что Тагил роет. Или даже так, докапывается до истины. Ну, как говорится, ин вина веритас. Насколько был трезвым, экскаваторщик не сообщается, но решиться на такой деструктивный забег в адекватном состоянии – это надо было постараться. В интерсети водителю Тагила, конечно же, наприлетало. И те, кто ругаются конструктивно, ну, типа, критикуя – предлагай. Поведали, возможно, опираясь на свой жизненный опыт, что можно было где-то тормознуть самосвал, кинуть ему в кузов ковш, приподнять Тагил и на задних колесах в качестве полуприцепа полуэкскаватора доехать до базы. Вероятно, просто не нашлось желающего грузовика. Идея-то в целом хорошая. А можно было еще в магаз метнуться и купить новые калоши для Тагила. Но экскаваторщик выбрал тернистый путь, за который его, вероятно, еще накажут. Ну, а мы в страстную седмицу давайте не будем осуждать этого находчивого пилота. Сделал, что смог. Ведь жизнь – искусство возможного.